Пока все собираются, напомню вам про то, что у нас проходит DevGam-квест и для того, чтобы у вас у всех в ваших брошюрах есть листочек, страничка, где вы можете в него играть, вот, и участвуйте, потому что там классные призы и нам будет приятно. Если те, у кого не стоит приложение, поставьте приложение, потому что там все самые последние новости, все вам показывается и все вам сообщается. Мне кажется, что уже можно начинать, уже все собрались, а если, пожалуйста, лучше садитесь поплотнее, чтобы люди не искали места, подходите сюда, здесь еще тоже есть места. Вот, наш следующий докладчик Ярослав Кравцов из классной, с компанией с классным названием, сейчас я тебе расскажу, Rising Wave, поднимающаяся волна. Вот, но тему доклада, продюсирование для инди-команд вы видите, вот, и я думаю, что можно начинать, я передаю слово Ярославу. Да, всем привет. Слушайте, давайте-ка я вас сфотографирую, а вы пока подумайте, у меня вот такой сразу вопрос в аудиторию, кто здесь считает себя продюсером, можете поднять руку? Здорово. А кто хотел бы быть продюсером? Окей, а все остальные что, пришли? Ладно, шучу, я как раз хочу рассказать о том, чем продюсерирование может быть полезно для Индии. Буквально пару слов про себя, просто чтобы не затягивать, я последние полтора года работал на проекте Armored Warfare, проект Armata, собственно, продюсером от разработки, и сейчас я оставил эту тему для того, чтобы заниматься своим собственным проектом, то есть я знаю, как процесс продюсирования в крупных компаниях на больших проектах, так и, соответственно, Инди-сцену. И как раз я хочу рассказать о том, как я себе представляю, чем вот этот опыт продюсерирования на больших проектах может быть полезен для маленьких Инди-команд, потому что, скажем так, часто вот на Дивгаме, особенно вот когда на шоу-кейсе смотришь проекты у ребят, много интересных проектов, но когда общаешься, иногда видишь то, что ребята реально буксуют. То есть есть проект, есть вот интересная идея, вот прям уже хочется поиграть, но когда это будет возможно, никто не знает, потому что у ребят нет понятия, когда релиз. Если что, у меня вот сейчас та же самая ситуация, у меня есть проект, я не знаю, когда у меня релиз. Поэтому все очень честно. Но я считаю, что все-таки подход продюсера, он позволяет вырулить вот из этой ситуации, когда мы что-то делаем, но не знаем, что происходит и когда это закончится. Ну давайте более конкретно поговорим о том, собственно, кто такой продюсер, зачем он нужен, потому что должностность звучит очень абстрактно и чаще всего сводится просто к простой шутке, типа, а ты точно продюсер. Я расскажу, наверное, про свое понимание, потому что продюсер, он примерно так же, наверное, как и с геймдизайнерами в игровой индустрии, и уж тем более с левел-дизайнерами, должность, в которую очень много разных понятий пихают, и каждый трактует ее по-своему. Поэтому я вам рассказываю исключительно свою трактовку, а вы лучше мне не верьте, а еще, соответственно, послушайте других умных людей. Предположим, что все делится на творчество и деньги. Ну, на самом деле, деньги – это вот как бы такое размытое представление, вот общая организация. И, соответственно, на проекте есть люди, которые у кого-то больше творчества, у кого-то меньше. Сорян, я не думал, что тут будет все так низко и плохо видно, но я надеюсь, если что, там, пристаньте, увидите. Идея простая, что да, вот есть люди, у которых там творчество просто вот основная работа, там, допустим, креативный директор, есть там проект-менеджер, у которого ему творчество запрещено, он должен вот в первую очередь думать о том, как вот организовать всю работу, есть лиды, у которых там, с одной стороны, им надо и по творческой стороне вот поднапрячься, но при этом они и за организацию отвечают, есть, допустим, продакт-менеджер, ему надо и там, и там успеть, чтобы вот все схватить. И кто же такой продюсер? А продюсер тот, кто это все объединяет. И, ну, вот лично мое объяснение продюсера – это в каждой бочке затычка. То есть, если здесь кого-то не хватает, это головная боль продюсера. Вот, иногда он ее с собой затыкает, иногда, соответственно, ищет людей, кто это может решить. Ну, так или иначе, это человек, который, в первую очередь, он отвечает за то, чтобы игра вышла, причем вот по всем этим критериям, по времени, бюджету, качеству, чтобы все было на уровне. А, соответственно, чтобы это случилось, надо вот, чтобы был, что называется, полный сет, то есть все необходимые для разработки люди. То есть, это вот его, наверное, головняк. Но это не то, что HR, который вот нашел и все, и забыл, а скорее человек, у которого вот каждый день вопрос у него о том, типа, все ли есть, все ли занимаются своими задачами, все ли эффективно. Скажем так, ну, это в больших компаниях, где много людей, много очень узких специальностей. То есть, а вот вопрос, а если мы говорим про Инди, мы все-таки тут решили применить этот опыт на Инди-сцену. Я, кстати, еще не сказал, я здесь использую в качестве иллюстрации фотографии с недавно закончившегося международного конкурса фотографий. Мне показалось, что посмотреть хорошие классные фотографии, это будет для вас полезно. То есть, даже если то, что я говорю, ерунда, то хотя бы вот приобщитесь к искусству. Вот. Так, ну, с Инди все очень просто. Продюсер – это роль, которая может быть одна из многих ролей у человека. Вот, кстати, два года назад, также на Минском Дивгаме, я то же самое говорил про нарративный дизайн, что нету нарративных дизайнеров, но есть роль нарративного дизайнера, который так или иначе кому-то перепадает. Либо там гейм-дизайнеру, либо левел-дизайнеру, либо там художник. Ну, кто-то так или иначе будет этим заниматься. То же самое с продюсированием. Ну, единственное, что вы этим будете заниматься, если вы зададитесь вопросом о том, что, типа, а есть ли у нас кто-то, кто выполняет эту роль. Иначе так и дальше можете быть долгое время на уровне только, допустим, линейных сотрудников. А так вот, типа, вот есть у нас, допустим, Василиса, Петр, Александра. Вот. И у каждого есть несколько ролей. То есть кто-то там сидит, фигачит код, но при этом надо еще и подумать за других, там, организовать работу, там, или там по креативу выступить, там, полно вопросов. То есть типично тем, вот чем Индия отличается от больших команд, то, что в Индии каждый сам себе человек оркестр. Ну, вы это сами прекрасно знаете. Поэтому, единственный вопрос в том, что все ли вы роли в этом оркестре используете. И вот как раз, если вы включаете роль продюсера, то это автоматически та роль, которая заставит задуматься о всех остальных ролях. Иначе большой риск, что у вас будет только вот опция линейных сотрудников. То есть тот, кто просто сидит, что-то там кодит, без конца, без края, и при этом непонятно, когда это закончится и кому это будет нужно. Вопрос, конечно, когда о том, при создании проекта просто миллион. И все это тоже головняк продюсера. То есть, либо, как я говорил, либо он сам это решает, либо на кого-то это надо перевесить. И, ну, поскольку у нас такой очень короткий формат, буквально вот 20 минут, из которых я уже большую часть проговорил, наверное, то очень быстренько пробежимся. То есть я не буду рассказывать о том, как стать продюсером, что надо ему делать. Исключительно только по самым топовым вопросам. Такой маленький чек-лист, на который, если вы ответите, то вы еще можете говорить, да, я точно продюсер. И вот самое главное, я вот думал, с чего начать, это с понимания, а что вообще происходит на проекте. Я вот заметил, достаточно часто происходит вот это вот деление на, либо мы занимаемся продакшеном, то есть мы знаем, что делать, и мы это делаем, либо мы не знаем, что делать, и мы, соответственно, занимаемся ресерчем, прототипированием, там, при продакшенном, называйте как угодно. Но вот главное, то есть вы либо знаете, что делать и делать, либо вы не знаете, что делать, и пытаетесь понять. Вот просто чтобы не было вот тут самообмана, когда вы говорите, что мы делаем игру, а на самом деле вы не делаете игру, вы пытаетесь понять, что за игру вы хотите сделать. И обратная ситуация, когда вы, допустим, уже делаете игру, и вдруг внезапно такие, а не попротепировать ли нам, когда там лучше все, некуда вставлять новые фичи. Другая тоже очень важная цель, точнее вопрос, это какая цель вашей команды. Вот просто как пример, какие бывают цели. Классическое, мы хотим заработать денег, либо нам нужна игра в портфолио, мы хотим попробовать новую технологию, нам просто нравится разрабатывать, команду обкатать, известность получить. Просто в чем проблема? Очень часто у команды цель одна, а делают они что-то другое. Условно говоря, хотят денег, но делают проект ради освоения новой технологии, или хотят выпустить игру для портфолио, но делают ее три года, либо что угодно. Вот просто здесь уже при ответе на этот вопрос может вскрыться самая основная ошибка команды разработки, которая, соответственно, очень больно может толкнуться. И вот продюсер тот, кто должен задать этот вопрос, а потом всех поймать за руку, типа, ребята, что же мы делаем. Следующее, это, конечно, надо понимать свои unique selling points. Я понимаю, ужасно звучит, и многие считают, что это что-то скучное, ненужное, но вы должны понимать, почему вашу игру будут покупать. Вот если вы можете это объяснить, тогда все, у вас есть вот то, за что вам стоит держаться. Вот это вот ваш стержень разработки. Если вы не можете объяснить, почему вашу игру будут покупать, ну, у вас серьезная проблема. Это не обязательно вот прям какая-то мегафича, что все кричат вау. Ну, это просто что-то, что делает вас уникальным, что вызывает желание людей покупать, играть в ваши игры. Ой, наверное, не видно. Соответственно, да, дальше еще более такие практические вопросы. Ну, мой совет, начинайте с того, что составляете фичи-лист. То есть, какие фичи есть в вашем проекте. Ну, или, соответственно, если ресерч, то что вам надо заресерчить, какие фичи. Это банально может быть, вот как раньше писали в описаниях игр, там, типа, 10 уровней, там, 20 видов монстров, 5 видов оружия, 10 видов бонусов. Ну, скажем так, это нужно просто для того, чтобы вы понимали полный скоб разработки. Не только вот, ну, задачи ближайшие, там, на месяц, а в целом, чтобы у вас это было, причем не в голове, а именно расписанное в таблице. Следующим шагом – это работа с приоритетами. То есть, вот у вас есть список ваших фичей, и дальше вы можете сказать, вот эта вот фича суперприоритетная, просто без нее игра не может выйти. Вот это вот, ну, как бы, можно без этого выйти. Может быть, это можно там добавить в какой-нибудь из апдейтов, патчей. Ну, раскидать такие приоритеты. Какие-то фичи могут казаться блокирующими, что вы пока там, условно говоря, не сделаете корр геймплей, никакие другие фичи делать смысла не имеет, допустим. Итак, у вас, в смысле, получается таблица с списком фичей и приоритетами. Следующий шаг – это сделать оценки по времени. Это может быть очень грубые оценки, но все равно, когда вот вы смотрите на весь масштаб проекта, а я как говорил, что продюсер – это тот, кто смотрит на проект в полном масштабе, и с точки зрения кадров, ролей, так и с точки зрения планов разработки, собственно. Да вот, получив оценки по каждой фиче, это может быть реально очень грубые оценки, но вы хотя бы порядок цифр понимаете, и когда вот вы складываете все фичи, вы понимаете, какой реальный срок. Допустим, вы говорите, мы хотим сделать игру за три месяца. Посмотрели на полный скоп и увидели, что на самом деле это два года разработки. И тогда наступит время фичи ката. И тут вам очень поможет то, что вы проставили приоритеты и время, то есть вы увидите, ага, вот эта фича, она требует безумно много времени, при этом у нее низкий приоритет, если мы ее выкинем, никто не обидится. Таким образом, можно как раз сделать план уже чуть более реалистичным. Следующие вопросы. Еще продюсер, он сильно про процессы. Это не то, что прям пайплайны. То есть пайплайны – это скорее вопрос лидов команд, как там сделать пайплайн разработки того или иного контента, то или иной фичи. А процессы – это скорее кусочки этих пайплайнов. Условно говоря, там раз в неделю устраивает созвон команды. Это процесс. Допустим, что мы не делаем ни одну фичу, пока на нее не скажет окей вся команда. Это процесс. Что мы там наоборот. Продюсер только один решает, что мы делаем. Тот же процесс. Тут скам так что-то, что поставлено на какое-то регулярное такое повторение. И вот вы можете сначала прикинуть, что у вас есть. Скорее всего, если вы инди-команда, у вас может быть и не быть процессов, но может быть какие-то есть. И тут сначала надо, конечно, подумать, все ли они полезны. Может быть, что-то стоит пристрелить. То есть, может быть, вы там, не знаю, тратите каждую неделю 5 часов на какие-то веселые обсуждения, которые не дают результаты. И такие, может быть, не стоит. Может быть, стоит как-то отказаться от такого. Либо наоборот, каких процессов не хватает. Ну, чаще всего это как раз вопросы, связанные с коммуникацией. То есть, да, мы все работаем там, у каждого есть какие-то свои таски. Ну, вот вопрос, а достаточно ли мы общаемся для того, чтобы быть уверенным, что мы все делаем одну игру, делаем ее с пониманием как раз и сроков, приоритетов. Ну, может быть, и какие-то другие процессы. То есть, я вот говорил, например, про то, что не делать фичу, пока на нее все не скажут окей, просто потому что есть риск, что это будет какая-то дорогостоящая фича, которая там станет колом. Или какой-нибудь процесс, где, ну, скажем так, команда обменивается своими какими-то достижениями, наработками за какой-то период времени. Ну, то есть идет как… Не хватает кислорода для того, чтобы слова на язык падали. Сейчас, как бы так сказать. Я бы хотел сказать, да, вот о процессе, когда идет своего рода такой брейншторм о том, что мы можем добавить в игру, как ее улучшить. Ну, это как какой-то структурированный процесс, не как на регулярные какие-то набросы. Ладно, давайте дальше. Вот как раз про общение, что помимо того, что надо определять, что окей, нам нужен процесс для того, чтобы, допустим, программисты с художниками чаще общались. Потому что люди, может быть, в разных мирах живут, надо больше коммуникации. Или чтобы геймдизайнер больше всем рассказывал, что у него на уме, и чтобы он не только текущие таски говорил, но и какую-то общую картину передавал, чтобы все понимали общий вижн игры. Вот о том, как строить общение. И вот самое мое любимое, это, конечно же, то есть любое общение – это своего рода митинг. И вот вопрос, правильно ли и эффективно он работает. То есть продюсер должен ответить на вопрос. Окей, я вот придумал тему, что давайте мы там типа утренние стендапы делать, и там по пять минут каждый будет рассказывать про свои задачи. А эффективно ли это? Или там давайте мы каждую фичу будем собираться и ее перемалывать всей командой. Тоже эффективно или нет? Чаще всего, как раз, когда на митинге много людей, это уже становится неэффективно. Ну, тут как раз, что называется, продюсер может выступить в качестве модератора для того, чтобы быть уверенным, что процесс, который он предлагает, работает эффективно. И что в первую очередь для этого надо? Что любое общение, оно должно… Ну, это должно быть не просто общение ради общения, а общение, которое проводит к какому-то из результатов. Я вот даже не знаю, как это по-русски сказать. То есть action point, то есть конкретный список действий, которые надо сделать. И estimated time of variable, то есть время, к которому это действие ожидается сделать. То есть просто это одни из распространенных таких ошибок, когда поговорили, разошлись, или поговорили, составили, окей, список, типа мы делаем то-то, то-то, и снова разошлись, потому что нету оценок по времени. То есть типа мы это до конца недели сделать, там, showcase, судно, двигаемый сделать, или там, вот, типа к завтрашнему дню. Ну, то есть чтобы вы понимали, когда то, о чем вы поговорили, будет готово. Хотя бы вот очень грубо, потому что я понимаю, что в Индии там разные ситуации бывают, не все вот там работают восьмичасовой день каждый день. Бывает, что там по 12, по 16 часов. Ладно, давайте так потихонечку закругляться. Тоже вот, наверное, на самом деле, это тоже один из ключевых вопросов. Вот, насколько вот вы понимаете, то, что люди не роботы. То есть вы можете, допустим, просить от всей команды, давайте мы будем логировать время, которое выполнили на задаче, а также когда вам поступает таск, вы ему даете estimate, потому что это нам все позволяет контролировать. А в результате оказывается, что либо люди ставят оценки очень грубо, либо вообще не хотят их ставить. И вот так, типа, что делать? Давить на людей, чтобы они исследовали процессы, или подумать, что они не роботы, и, может быть, им такой процесс не подходит. Причем конкретно именно этим вашим людям, в вашей команде, что у других, может быть, это работает. Ну, регулярно задаваясь этим вопросом, можно очень многое для себя открывать, постигать психологию рационального мышления, и узнать не только о том, вот как вот у вас игроки могут вести, делать какие-то спонтанные покупки, но и какие спонтанные решения могут принимать люди в вашей команде, и когда это хорошо, когда это плохо, и что надо для того, чтобы не подавить в людях все-таки какое-то креативное направление. И, соответственно, еще вопрос, а умеете ли вы, если вы хотите быть продюсером, решать конфликтные ситуации? Причем решать так, чтобы это была действительно решенная ситуация, а не подавленная. То есть, когда у людей нету какой-то там затаенной обиды, недовольства и желания свалить или потери мотивации. Можете ли вы, наоборот, если возникла какая-то конфликтная ситуация, решить ее с пользой для всех, кто оказался не вовлечен? Я не буду тут говорить никаких советов, это просто вопрос, чтобы вы сами подумали. И, наверное, последний вопрос, это про толерантность к неопределенности. Кто вообще знает такой термин? Можете поднять руку? Толерантность к неопределенности. Здорово. Молодцы, ребята. Рекомендую погуглить, потому что как человек, которому надо отвечать за все, у вас есть два выбора. Либо тотальный контроль всего и вся, и, по сути, это микроменеджмент, на котором вы сами садете с ума, у вас команда садет с ума, вы все разосретесь и разбежитесь. Либо вы научитесь жить с пониманием того, что вы не можете все контролировать, вы не можете все знать. Сдавайтесь этим вопросом, и из вас выйдет шикарный продюсер. Ну, собственно, все. Давайте теперь поболтаем. Ну, можно поговорить и не про продюсирование. Все-таки про продюсирование. Давай. Если брать, например, команду инди-разработчиков, которые работают не в офисе, а там в сервисе, какими тулзами вы бы посоветовали пользоваться? То есть есть там всякие сториборды, всякие таск-менеджеры и все остальное, как на ваш взгляд? Что эффективно, что неэффективно в таком случае? Ну, опять же, я бы сказал, что вот этот вопрос о том, что люди не роботы, на разных людей разное работает. Кому-то, может быть, нравится такие очень детализированные системы таскоборота, где вот прям миллион пунктов, которые можно заполнить. А кому-то, может быть, хочется каких-то простых чек-листов. Скажем так, из опыта хорошие отзывы на Trello, хорошие отзывы на Asana, как инструменты таскоборота. И, конечно же, надо, соответственно, иметь свой репозиторий, систему контроля версии, потому что, особенно если у вас команда распределенная, вам надо уметь как-то обмениваться данными. Ну и, соответственно, какое-нибудь облачное хранилище. Ну, в целом, то есть иметь, где хранить документацию, где хранить исходники, где хранить рабочую версию проекта, и как обмениваться задачами и багами. Тут лучше перебирать решения, потому что на рынке много вариантов, и вот какой из них вам подойдет, это лучше перебором. Потому что, условно говоря, тот же гид, программист от него в восторге, художник, и наоборот, в панике, а при этом, может быть, кому-то и своем удобнее. Не знаю. Надо, говорю, смотреть. Некоторые не пользуются этим, все хранят архивчиками на дропбоксе. Ну, если помогает, почему бы нет. А вы могли бы вернуть слайд про цели? У меня такой вопрос. А какие комбинации, на ваш взгляд, возможны между этими целями, а какие нет? То есть, например, освоение технологий, она очень таким вдохновляющим, например, свойством обладает. Когда изучаешь новую технологию, сразу она и на контент влияет. Ну, и так далее. Что сочетается, да? А что нет, например, там весело провести время и заработать денег? Ну, это все может сочетаться. Ну, единственная тема, что вот попытка все пункты взять к себе, она чревата тем, что ничего не выйдет. А парочку из них можно... Не, не могу сказать, опять же, что есть какие-то железно-бетонные комбинации, потому что ну, все мы разные, все мы разного хотим. Вот, и не всегда вот заработать денег, оно, особенно у Индии стоит на первом месте или вообще стоит в целях. Поэтому как раз Индии такие вот интересные, особенные, весело проводят время. Да. У меня такой вопрос. Допустим, собирается команда небольшая для того, чтобы сделать, допустим, игру для портфолио. несколько человек, каждый занимается очень многим и получается так, что в основном собираются там, я умею кодить, я буду кодить, я умею там доту делать, я буду заниматься этим. И получается так, что роль продюсера как бы ее изначально не было, но в ходе работы несколько людей берут на себя разные функции продюсера. Кто-то там решает конфликты, кто-то делает еще что-то. И насколько такой расклад может привести к конфликту вот этих двух продюсеров? Насколько он вообще вероятен? И если случится такой конфликт, то как его решать? Хороший вопрос, потому что, да, люди не роботы и продюсеры от роли, она может быть распределена на несколько людей. И вот, да, если среди них нет того, кто умеет решать конфликты и умеет определить отсутствие процесса, что, допустим, как вот двум людям, исполняющим роль продюсера наладить процесс взаимоотношений, чтобы не было того, что все тянут в разные стороны, вот если один из них, скажем так, не выделил хотя бы в себе этот навык, то, ну, проект рискованный. И тогда, значит, кому-то третьему надо будет взять на себя эту роль, вот этот кусочек продюсера про то, что вот наладить процесс взаимоотношений между продюсерами и, соответственно, решение конфликтов. И, ну, поскольку, если этого не будет, то проект под угрозой, тут, не знаю, наверное, даже не стоит сентиментальничать, а действительно брать людей за руку и говорить, ну, ребята, у нас, как бы, если вот мы сейчас не договоримся на берегу, то будут проблемы. Ну, вот, и тут не обязательно понимать, ну, делать иерархию, что ты, типа, главный продюсер, ты не главный, ну, просто, чтобы было какое-то формализованное правило, формализованный процесс, как избегать конфликта, когда один активный товарищ двигает процесс в одну сторону, другую, в другую. Что может быть какой-то механизм третейского суда, когда, если возникает конфликт между двумя людьми, то вся команда участвует в решении вопроса, там, голосованием, условно говоря. Потому что, если портфолио, то значит, что каждый в команде заинтересован в том, чтобы проект лег в портфолио, и им можно было гордиться. Ему будет, наверное, обидно, если проект будет таким, что его будет стыдно показывать в портфолио. То есть, в принципе, получается, что может быть такое, что несколько человек выполняют эту роль? Ну, может быть, да, конечно, просто опасный момент. И, как бы, чаще я вижу, что наоборот, как бы, ни одного человека не выполняет эту роль. Ну, или так, кусочек этой роли. Спасибо. Там вопрос, скорее, про диаграммы, которые вы показывали. Там, в левом, относительно меня, верхнем глупал ПМ, и продакт менеджер как отдельная роль. Можете пояснить, в чем разность между продакт менеджером и продакт менеджером? Да, 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 вот это вот одна D или G. Ну, это вообще такой философский тоже вопрос. Не, на самом деле, ПМ считает, что это человек, задача которого обеспечить всех задачами, обеспечить всех эстимейтами, убедиться, что все это укладывается. То есть, человек про, скажем так, таскоборот. Я очень грубо говорю, просто для того, чтобы передать идею. В то время как продакт менеджер, это человек, задача которого, чтобы делалась игра востребована. То есть, project, сейчас еще раз, project менеджер, человек, задача которого, чтобы игра была сделана, product менеджер, задача которого, чтобы игра была востребована на рынке. Ну, вот. Это две очень важные роли, потому что иначе либо игра не сделана, даже если она очень востребована, либо игра сделана, но она никому не нужна, это тоже очень обидно. Назовите 5 главных навыков хорошего продюсера. Хорошая тема. Если говорить о навыках, продюсера как человека, который как раз объединяет других людей, я бы сказал не вот про 5 навыков, а я бы тоже дал термин для гугления – soft skills. Я не знаю, как по-русски, мягкие скиллы. Это про как раз умение коммуницировать, общаться, быть человеком, который может решать вопросы, связанные с общением с людьми, с конфликтными ситуациями, с тем, чтобы быть человеком, в случае проблемы, чтобы люди в первую очередь хотели к продюсеру, а не так, что продюсер – это какой-то злый день, которому о проблемах расскажете в последнюю очередь, потому что он просто в полный неадекват. Soft skills – это как раз перечень тех или иных скиллов. Погуглить, на той же Википедии хорошая статья, которая все это рассказывает, там все это есть. Окей. Вторая плейная вопроса – 5 негативных навыков. Это проще. Микро-менеджмент, чайка-менеджмент. Перетягивание креативного начала на себя, то есть когда у тебя много повиров, большое желание вмешиваться в чужую работу и, условно говоря, влезать в работу художников, сценаристов. Вот как раз то, что наиболее доступно на грани человека-менеджмента. Что еще? Увлеченность, наверное, определенными фичами, то есть когда, допустим, интересна техническая сторона вопроса, но полностью просажена тема, условно говоря, с аналитикой. Интересно поиграть в аналитику, но при этом полностью забыт вопрос про то, что в игре должен быть звук. И звук, музыка, саунд-дизайн, что банально не нашли человека. Ну вот какая-то такая накрененность. И последнее – это, наверное, не умение общаться с людьми, то есть только об отсутствии софт-скиллов, потому что это ужасно, когда на проекте есть продюсер, с которым никто не хочет говорить. Окей, ну что, все? Спасибо. Я думаю, у нас мало времени. Слушай, выбери самый интересный вопрос, который тебе задавали. Какой это твой самый любимый? Так, ну на самом деле, вот вопрос… Нет, вы мне все понравились. Ну, я все-таки отдам чеку с бородой. Давай, лови. Ну вот. Спасибо большое. Если что, ловите меня. Я вот сейчас еще полчаса свободен, после чего меня можно на круглом столе ловить, только там я буду занят. Да, но я думаю, ты завтра же тоже будешь. Да, да. А, и завтра с трех часов я буду нашу кейс как раз показывать нашу игру. А еще завтра с утра вот Женя Юдин рассказывает вам про пиксель-арт. Приходите. В общем, крутой, да, Ярослав. Спасибо ему. Спасибо ему большое. После кровати... Вы можете… Продолжение следует…